Мне 33 года. Например, у меня есть 20 тысяч долларов, но не знаю, с чего начать. Какой бизнес лучше для меня? В каком из этих направлений вы профессионал, то и делаете. Чтобы заниматься бизнесом, несколько вещей надо посмотреть. Первое. Потребность. На что из них больше всего есть потребность в тех регионах, в которых вы хотите заниматься? Первое. Изучайте, на что люди готовы платить. Второе. Что из этих вещей, что вы хорошо умеете делать, профессионально, лучше других умеете делать? И третье. Что из них есть более растущая идея? А рынок сотовый телефон, как-то резко был растущий, помните? Это тогда, когда все начали купить телефоны. Сейчас у всех есть телефоны, только запчасти продаются. И так далее. Это все показатель растущий рынок. Это вы должны сами видеть. Потому что, когда я говорю вам, займитесь этим, вы если не вникая пойдете, это делаете, дело все равно не пойдет. Есть несколько вопросов. Открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Прицепы что-то поставить. Это цель, чтобы помогать большее количество людям. Здравствуй, дорогие наши зрители, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы до Влатова». Хочу ответить на несколько вопросов, актуальных вопросов по бизнесу, которые вы сдавали. Дорогие мои, ставьте лайк. Не забудьте в комментариях писать, что вы поняли, что вы брали из этой рубрики. И не забудьте рекомендовать своим друзьям, знакомым нашу рубрику. Для тех людей, кому это полезно, кому это что помог бы. Есть несколько актуальных вопросов, которые мы распечатали, которые хочу ответить. Здравствуйте, меня зовут... А, здравствуйте, мне очень нужен ваш совет. Меня зовут Абдрозих. Уже три месяца не вижу прибыла. Может, закрыть? Не знаю. Или оставить? Что-нибудь посоветуйте, пожалуйста. Может, расстояние мешает? Не знаю. Не хочу закрывать, но дома ничего кушать. Дорогой мой, Абдрозих, бизнес это всегда так начинается. Если ты сам живешь в Гафурове, но ты открывал бизнес из Фареи и так далее, видно, что ты это открыл без маркетинга. Когда бизнес открывается, всегда делайте маркетинг, потом открывайте. Это первое. То есть, что такое маркетинг? Это означает, что выявите потребность. Если в этом городе или в этом, скажем, именно поселке или в этом улице потребность на то, что вы хотите там заниматься. Например, я открывал кафе. В этом городе была ли потребность на это, необходимость на это? Потому что если есть много кафе, а очередной кафе открыть, смысла нет. Если в течение трех месяцев вы видите, что динамика не изменилась. Например, первый месяц, каждый день вы продавали, скажем, 20 порций еда. Ну, например. Потом второй месяц вы видите, что это стало 30. Но еще прибыла нет, но динамика 10 больше стало. А на третий месяц вы видите, что уже 50 порций еда в день продаете. Значит, эта динамика вот так рост идет. Даже если вы не вышли на прибыль, но динамика показывает рост, не надо закрывать, надо просто продолжать. Со временем вы раскрутитесь. Но если три месяца прошел, а динамика ровно идет. Вот, например, первый месяц, как продавали 20 порций еда, второй месяц тоже 15, 20, третий месяц тоже 15, 20 и так далее. Тогда закрывайте, потому что нету развития. Тогда закрывайте. Потом в будущем можете что-то другое открывать. Но в следующий раз без маркетинга не надо открывать. Помните, очередной кафе не надо открывать, если вы в районе, вокруг видите, что есть похожее. Но очередной, скажем, клиника, очередной пригмахерский, очередной столовик не надо открывать. Открывайте что-то с каким-то изуминками, с каким-то конкурентными преимуществами. Тогда бизнес пойдет хорошо. Я из Кыргызстана, Чуйской области, зовут меня Умар, мне 33 года. Например, у меня есть 20 тысяч долларов, но не знаю, с чего начать. Какой бизнес лучше для меня, чтобы стать миллионером? У меня есть идея. Первый. Купить авто и сдавать под аренду. Это первый. На такси, то есть купить машину, сдавать на такси. Второе. Портер на такси покупать, сдавать. Открыть мебельный цех, держать быков в сарае. Или пять. Продавать электро, сантехники, товары. Не знаю, какой из них лучше для меня, или вы мне другой бизнес посоветуете. Дорогой мой Умар, в каком из этих направлений вы профессионал, то и делаете. Чтобы заниматься бизнесом, несколько вещей надо посмотреть. Первое. Потребность. На что из них больше всего есть потребность в тех регионах, в которых вы хотите заниматься? Первое. Изучайте, на что люди готовы платить. Второе. Что из этих вещей, что вы хорошо умеете делать, профессионально, лучше других умеете делать? И третье. Что из них есть более растущая идея? Я формуле дам, потом вы сами разберитесь. Что из этих направлений есть более растущая идея? Растущая. То есть, я имею в виду, видеть, что рынок растущий. Например, если вы помните, 2004 по 2015 рынок недвижимости был растущий. В Бишкеке был растущий рынок недвижимости почти до 20-го года, до 18-19-го года. Сейчас уже немножко спад. А рынок сотовый телефон как-то резко был растущий. Помните? Это тогда, когда все начали купить телефоны. Сейчас у всех есть телефоны, только запчасти продаются. И так далее. Это все показатели растущий рынок. Поэтому рынок туризма, когда начал расти, помните? Поэтому здесь то же самое. Что из этих вещей, которые вы мне говорите, более растущие? Это вы должны сами видеть. Потому что, когда я говорю вам займитесь этим, вы если не вникая пойдете это делаете, дело все равно не пойдет. Вам придется все равно профессионалам с ответом, что у вас дело хорошо пошло. Поэтому деньги, которые у вас в руках есть, первая вещь, или первая вещь, что вы должны делать, лучше консультируйтесь. Сами первые вещи, чтобы эти деньги не потеряли. Лучше изучайте этих направлений, распишите все эти направления, запишитесь на часовой консультации. И только тогда я могу выявить, что у вас хорошо получается, что вы из них можете, что не можете. Только тогда я могу вам сказать, займитесь этим или займитесь тут. Потому что без анализа советоваться, это будет ошибочный совет. Именно когда дело касается конкретно вас. Конкретно вас. Уважаемый Санон Давлатов, пожалуйста, посоветуйте где начать и продолжить свой бизнес после заканчивания своей учебы. У себя на родине в Таджикистане или за границей, где я пока что временно проживаю и работаю. Я только что закончил свою учебу в США. Но я не могу решиться, возвращаться ли меня на свою родину или найти выход как-нибудь оставаться в США и продолжать свой бизнес, который я уже начал. Мой бизнес довольно прибыльный, но небольшой бизнес. Половина моей семьи хочет, чтобы я приехал обратно на свою родину, но я пока что не решился. Для вашей информации, моя семья довольно неплохо живет. У них есть свои бизнесы. А я хочу иметь свое дело и не зависеть от моей семьи. Поэтому я до сих пор не уверен, что я буду делать на своей родине. Если там ничего делать и оттуда многое уезжает. Оставаться в США возможно, но займет много времени и ресурсов для полной легализации. Пожалуйста, посоветуйте меня, что делать. Мне, молодому, 24-летному неженатому парню. Дорогой мой, если тебе открывают бизнес уже в США, лучше развой его. Если твои родители как-то смогли тебе обеспечить учебу и все, чтобы ты там учился, так что могут тебе еще пора, пора распомогать и содержать тебе, если надо будет. Так что учись там, построй бизнес хорошо, поставь хороший пассивный доход. Потом, когда нормальные деньги пойдут у тебя бизнес, может быть 2-3 года, потом от прибыли этого бизнеса приезжай в Таджикистане и делай что-то. Когда у тебя будет готовый бизнес, потом от прибыли его, пожалуйста, строй в Таджикистане, что хочешь. Или продай потом этот бизнес, приезжай и на крупными капиталами, хорошими капиталами что-то делай, если ты хочешь. Так будет более разумно и более, можно сказать, лучший вариант. Потому что таким образом у тебя будет больше капитал, больше знаний, больше опыта, больше навыков и так далее. Пока ты через 2-3 года вернешься, уровень рынка тоже станет лучше в Таджикистане, так что у тебя будут очень хорошие возможности, будет тебе много. Здравствуйте, я хочу создать бизнес в сфере еди. У меня есть опыт в этой сфере. Так как я больше, больше года работаю помощником повара и одновременно учусь на бухгалтере в городе Душамбе. Но из-за того, что девушка и моя семья консервативная, с детства ограничивали мои права, говоря, что девушка не должна этого делать. И когда у меня появилась мысль сделать свой бизнес, что-то не дает сделать, что-то не дают сделать шаг. Возможно, это страх или неуверенность в себе. Помогите, пожалуйста, преодолеть это в себе. Дорогая моя, если ты чувствуешь, что это тебе нужно, но мне кажется, что если ты около года работаешь помощницей повара и еще учишься на бухгалтере, это маловато, чтобы делать бизнес. Это хорошо, но еще время надо. Я бы хотел, чтобы ты еще немножко работала где-то администратором кафе. Если ты помощница повара работала, ты понимаешь кухню, но ты еще как бизнес вести, еще не понимаешь. Это разные вещи. Ты понимаешь кухню, как помощница повара и так далее, но ты еще не понимаешь, как от этого делать бизнес. Поэтому я вот что скажу. Увольняйся с этой работой или устроишься в другом месте, как администратор. Администратор кафе, чтобы ты поняла, как прибыль принести этому бизнесу. Или в этом кафе попросить, чтобы привели тебя на администратора, если ты можешь. Если нет, увольняйся, иди в другой кафе, устроишься на администратора. Соответственно, таким образом у тебя появляется понимание, как сделать так, чтобы получать прибыль, делая эту работу. Как сделать так, чтобы у тебя был прибыль, если ты будешь заниматься таким бизнесом, то есть общепить, то есть еда и так далее. Тогда у тебя получится без проблем. Поэтому, дорогая моя, страх связан с тем, что еще не хватает знаний и не хватает опыта. Страх с этим связан. А то, что родители не разрешают и так далее, это потому, что они еще не знают, что ты справишься или нет. Это время нужно. Они должны убедиться, что ты действительно можешь. Это займет немножко время, и они успокоятся, так что продолжай. Хорошо? Дорогие мои, ставьте лайк под рубрикой. Не забудьте рекомендовать наша рубрика своим знакомым друзьям. Делайте репост. Приглашите своих знакомых на наш канал. Если вы видите, что это какая-то ценность. В комментариях пишите, пожалуйста, о своем опыте, дайте свои советы. Этим ребятам ваше мнение тоже нужно и так далее. Можете написать с радостью. Я это все проверяю, читаю в свободное время. Так что и в почту, пожалуйста, info.word.com. Пожалуйста, задавайте актуальные вопросы. Я всегда отвечаю. Желаю вам успехов. Это цель, чтобы помогать больше количества людям.